Всем здарова, народ, а перед началом видео я хочу всех поздравить с днём Великой Победы, как говорится, диды воевали, и не забывайте, каким трудом нам досталось чистое небо над головой. Что ж, ну, по этой теме, в принципе, всё. Ребят, касаемо нового видосика, который сейчас выйдет, который вы сейчас будете смотреть, В общем, в этом видосике я обозревал предметы и добавил ещё несколько аганимов, которые я не проверил, которые я забыл, которые я не увидел, так как надписи не горят. В общем, давайте попробуем набрать тоже максимальное количество лайков, не знаю, посмотрим. Давайте будет также тысяча, наверное, хотя вы просто изи накидываете, я не знаю, и поехали, поехали смотреть. Что ж, первый аганим, который я упустил, и первый, который аганим мы будем проверять сегодня, ребят, это аганим на Нагу Сирен. У нас сегодня, как видите, ветеран, ветеран с нами, дедушка, дедушка-снайпер, на нём мы будем проверять всю эту тему, и, в общем, посмотрим, как это будет происходить. Как видите, что-то непонятное происходит, наш ветеран лечится, у него всё хорошо становится, как говорится, вспомнил боевые заслуги, и дальше в бой. Ребят, ну в чём же смысл? Давайте разберёмся немного, что же сейчас произошло. В общем, касаемо аганима на Наге Сирен, я... О, нафига, дед, дед вспомнил и завалил, короче, венгу. Ладно, не суть. В общем, ребят, давайте перейдём уже конкретно к аганиму, то есть я сейчас показал действие, что происходит. И смотрите, в общем, имея аганим на Наге Сирен, мы получаем такой бонус, не знаю, бонус, но бонус очень крутой, я вам честно скажу, сразу скажу, что он очень крутой, но почему-то им никто не пользуется. Ладно, поехали. В общем, Сонга за Сирен, ультимейт Наги, соответственно, регенерирует всех наших союзных персонажей на 8% от максимального значения в секунду, заметьте. Сколько у Наги идёт ульт? У Наги идёт ульт 7 секунд. Соответственно, за 7 секунд по 8% 7.8.56. 56% мы можем захилить за весь Сон Наги. То есть, соответственно, если у нас кто-то попадает в передрягу, начинает там жёстко драться такой, и мы такие бежим, нет, братан, ты не умрёшь. Ты не умрёшь. И чисто и на подсейве такие, знаете, врываемся, раз таки, опа. И он такой, уф, отлично, спасибо, спасибо, найс. И продолжает дальше драться просто, и всех побеждает. То есть, вот такой вот аганимчик у нас на Наги, который я пропустил, который мне ещё подсказали, в принципе, ребята, с комментариев, вам отдельное спасибо, ребят. И, в общем, давайте перейдём к следующему аганиму, который у нас тут также я не упомянул. Следующий аганим, который мы будем рассматривать, это аганим на Батээре. Там Батээре, Батээр, на нашей, на летучей мыши, на вот этой здоровой вот. Как видите, эффектов никаких не даёт. Наги, кстати, также никаких эффектов не даёт, к сожалению. И, я не знаю, я считаю, что это рили плохо, что они дают никаких эффектов, потому что нельзя, как бы, сразу определить. Надо обязательно кликать. В общем, смотрите, в чём приколюха у нас аганима на Батээре. Тоже, ребята, подсказали с комментариев, потому что, когда просто берёшь Батээр, и ничего не написано. То есть, ну, это не доработка, на самом деле. Админов Айкаповских, потому что они добавили, но не пишут надписи. А потом, когда уже, соответственно, прокачиваешь ультимейт, тогда всё написано. В общем, смотрите. Как знаете, у нас Лассо, да? Лассо берёт одного персонажа какого-то определённого. И потащили, потащили. Всё, по кайфу. В общем, что у нас добавляется с появлением... С появлением аганима на Батээре? Во-первых, у нас, как видите, его персонажа, фурболга нашего, дамажит. Дамажит. 100 дэмэджа в секунду наносится. Лассо идёт 4 секунды. То есть, наносится 400 дэмэджа. Это без учёта того, что мы можем ещё накидать стики на палку. Это первая фишечка, которая нам даётся. Плюс, что мы ещё получаем? В рейнже 400 союзный персонаж из Энэми может также попасться в эту сетку. То есть, и становятся они паровозиком. Паровозиком, и можно вот так вот вытаскивать несколько персонажей. То есть, если в АОЕ 400 кто-то будет стоять, Энэми, на кого-то рандомно кидается сетка, и поехал паровозик. Прикольная тема, на самом деле. И теперь представьте, как это будет выглядеть примерно. Смотрите. Смотрите, сейчас немного забахаем. Типа, какой-то файт мы держим. Двух персонажей, допустим, в каком-то комбате. Чисто, ну вот как-то примерно вот так вот. Три стака накидываем, включаем флейм. Полетели. Тысяча хп за 4 секунды улетело. У персонажей с двух стиков напалма. То есть, вы понимаете, это очень тоже дико. Кстати, у нас еще второй спелл также добавляет у нас горение, которое также стакается с первым. В общем, БТРа на самом деле хорошо апнули. Я считаю, что на 85-й карте он немного стал посильнее, потому что раньше второй накидывал у нас просто дэмэдж, а теперь он накидывает такой как бы периодичный урон, который можно усилить с помощью первого. В общем, касаемо этого аганима, все, ребят. Ну, я не знаю, кто будет его собирать. Не знаю, привыкли все играть через просто даггер форстаф, БКБ, Шива там, мы поехали дышить. Как бы аганим. Ну, аганим, да, прикольный, но мне кажется, они будут действовать. В общем, пишите в комментариях, реально ли прикольные эти два аганима. И давайте перейдем уже на предметы, которые мы будем сейчас обозревать. Поехали. Что ж, ребят, перейдем конкретно к предметам, которые мы будем обозревать. В общем, на этой карте я посчитал, вроде добавили девять новых предметов. Давайте же посмотрим, какие предметы и как они собираются и для чего они вообще нужны. В общем, давайте начнем с маленьких предметов, с незначительных и пойдем выше. В общем, добавили вот такой какой-то предмет, да, манга называется. В общем, что у нас делать? Он, смотрите, по описанию, что он делает? Это добавляет один хп регент и при юзании дает нам 150 маны. То есть, понимаете, да? Какой этот предмет интересный у нас получается. 150 маны дает при юзании. Вот мы покупаем манга, смотрите, у нас 1.76, 1.0.76. То есть, 1 хп регент дает. И, как видите, когда у нас кончается мана, нажимаем, такой красивый эффектик происходит и восполнилась у нас мана. Этот предмет нужен таким персонажам, как, вот, допустим, висп. Очень хорошо пользуется этим предметом. Допустим, с тизером в этой связке можно еще запулить ману какому-нибудь союзнику. Вы знаете, примерно, да, как действует у этого персонажа скиллы. То есть, это такой саппорт, можно сказать. Хороший саппорт, который, в принципе, во всех играх его хорошо используют и хорошо им как бы играют. В общем, также мангам можно, в принципе, брать персонажем. Да вообще, в принципе, всем можно его брать персонажем, у кого маленький монопул. И очень часто я видел, что имеет смысл брать этот предмет на Бриста, на Тинника. У Тинника также маны, с маной всегда проблемы. И в принципе, мы можем спокойно юзать. Эти предметы, во-первых, они нам дают неплохой реген. Также можно будет просто после того, как понастакаем на кого-нибудь, допустим, если на Бриста это будем делать просто в нужный момент. Человек думает, что у него нету маны. Нормально все сейчас будет. Сейчас убьем его. А Брист берет, нажимает одно манго, восстанавливает все 150 маны и дальше начинает душить и все умирать. То есть, касаемо этого предмета, этот предмет очень хороший. Я довольно-таки часто его беру, но в основном я беру его всегда на Тини, потому что у Тини с Монопулом все плохо. У него ранняя стадия, но вот как бы вот так вот берем. Берем одну цирклетку, чтобы нам хватало 240 маны на два прокаста. И идем на центр с таким затаром в принципе и выносим. Главное не ошибаться, ребят. То есть, у нас уже в запасе еще один прокаст будет. То есть, не считая того, что у нас хороший реген. У Тиника армора мало, Тиник хорошо хапает, и поэтому как бы реген ему тоже нужен. Вот такой вот у нас первый артефакт, ребят. Собирается в принципе, ну не собирается, он покупается в принципе на всех, но в частности он нужен тем, у кого маленький Монопул. То есть, у кого мало маны и скиллы очень много берут маны. Также Леорику можно брать, если вам не хватает нарез, то просто, я думаю, 10 маны у вас найдется, чтобы было 160 нарез, и вы просто нажимаете манго перед смертью и просто выживаете. Ну или же также можно Солринг использовать, но Солринг также дает 150 и отнимает хитпоинты. Тоже Солринг как бы будет, наверное, попрофитнее, но вот манго такой тоже хороший предмет. Ребят, кстати, Свену тоже неплохо будет заходить, потому что у Свена тоже проблемы с маной. В общем, поехали на другие предметы, более серьезные. Поговорим о них. Как вы могли заметить, на 85-й карте появился у нас вот такой вот Сайленсер, у которого новые предметы. Что эти предметы будут, соответственно, давать? Давайте просто пробежимся, а потом будем уже предмет каждый разбирать. Вообще, у нас есть тут Сильвер Эйдж, вот этот предмет, Глимер Кейп, вот этот предмет, Муншард, Солар, Грейв Сы, Грейв Сы, Грейв Сы, Гвардин Грейв Сы, и Трэвела 2-го левела. В общем, это отдельное, и есть еще два предмета. Тоже хорошие два предмета, один из них очень сильный, и к ним перейдем чуть-чуть позже. В общем, давайте разберем первый предмет, Сильвер Эйдж. Что ж, первый предмет у нас Сильвер Эйдж. Давайте его конкретно разберем, что же он нас будет давать. В общем, смотрите, 32 урона, 300 атак спид, 16 сил, Винд Волк, Брейк, Пассивка, и 15% Лезер Майм Пассив. То есть, давайте разберем, что он нам, в принципе, дает. Это, в принципе, Лотар, Винд Волк, все знаем, мы можем заходить, Винд Вис и бежать. Брейк, пассивная. То есть, если мы после Лотара с бэкстэба бьем по какому-нибудь антимагу, Тийнику, Март Рэдке, неважно, у кого очень жесткая пассивка, допустим, у того же Бристалбэка, то мы отключаем эту пассивку на время, на 4 секунды. На спектру тоже очень четко этот предмет подходит. То есть, если ВС спектры, подходим, бьем спектру с бэкстэба, у нее слетает пассивка и насовываем ем, потому что третий спелл, вы знаете, как у нее дисперсия, разносит дэмэдж и уменьшает дэмэдж, наносим на 22%. В общем, ребят, предмет бомбовый. Очень хороший предмет, тоже неоднократно собирал, собирал контрпиками, чтобы убивать и в общем, давайте перейдем к тому, как его собрать. В общем, касаемо сбора этого предмета, нам понадобится, смотрите, у нас должен быть лотар, и далее, что же мы должны делать? Мы покупаем Сашу, собирается через Сашу, покупаем Сашу и покупаем, соответственно, рецепт. Так как у нас есть тут Саша, а как мы знаем, Саша у нас вешает хорошее замедление, 15% видите, то есть это 15% шанс сработать такому небольшому замедлению, которое будет у нас кошмарить, и мы сможем просто, я не знаю, напрягать, напрягать персонажей. В общем, касаемо этого предмета, вот такой вот прикольный предмет, лотар, если у вас есть лишняя копеечка, вы обязательно можете апнуть, или же, если вам нужно кого-то за контрпикать, того же Бристлбека, спокойно собирайте вот этот предмет, убираете все пассивки на персонажа и просто душите. Реально хороший предмет, ребят, собирать можно на сларке, в принципе, на тиннике собирал я, на ком еще собирал, не помню, на ком собирал, но предмет реально хороший, он хорошо заходит, главное запомните, он отключает все пассивки, все пассивки, пусть тот третий сларка, третий Бристлбека, пусть тот будет спектры третий, то есть основной атрибут, его лишаются, этого атрибута, и можно напихивать, плюс еще замедление, если четко попадете, четко попадете, 15% шанса, есть что замедление, плюс еще дает хитпоинты, то есть, ну, сам по себе хороший предмет, по стоимости, к сожалению, у него стоимость неплохая, опять 400, но, все равно, оно того стоит, ребят, то есть, и собирается он, в принципе, легко, знаете, что тяжело собирается, собирается тяжелой радиенс, потому что на радиенс надо 3 800 копить, а тут, в принципе, есть 450, купил Белтов Гидс Ренж, есть 1000, купил Огракс, и все, и в принципе, ничего сложного, и у нас уже, в принципе, почти есть Сильвер Рейдж, в общем, вот такой вот первый предмет, кстати, увеличен бэкстеп, немного увеличен, 225, с лотара, по-моему, 150, если я не ошибаюсь, вот, и, в принципе, все, в принципе, все, поехали на следующий предмет, следующий предмет, как вы видите, у нас, также, состоит, из, амулета, лотар, да, то есть, какой-то, какой-то инвиз, что-то с инвизом будет, давайте посмотрим, что он нам будет давать, в пассиве, он нам будет давать, 20% magic resistance, и плюс 20% так спида, ну, плюс еще какая-то фейт активность, да, непонятно, по стоимости у нас будет 1950, очень хорошая стоимость для такого артефакта, и что же он у нас, соответственно, будет делать, давайте посмотрим, соберем, покупаем амулет, покупаем к лаку, собирается у нас какая-то такая штука, смотрите, что же тут написано, фейт, ну, типа, типа скрыться, да, типа, скрываешься в инвиз, после 0,6 секунды, 0,6 секунды, такой вот, фейт, видели, 0,6 секунд, то есть за 0,6 секунд, фейт тайм, заходишь, типа, в инвиз, и, типа, когда ты в инвизе, ты получаешь 45% спелл резистанс, то есть тебе на 45% плевать на магии, то есть, соответственно, если на вас висит какая-то жесткая дотка вайпера, или еще что-то такое, знаете, какой-нибудь противный спелл, давайте какой-нибудь противный спелл придумаем, да даже путь вас хавает, просто стоит, вы успеваете кинуть на себя глимер, путь вас хавает, и вы под 45% еще дополнительным резистом, не считая того, что у нас еще 20% резист, стандартный, который нам дает вот этот вот предмет, и плюс свой резист, который 25%, и в итоге у нас почти 80% резистов, с помощью вот такого предмета, когда он в активации, плюс, знаете еще какой плюс этого предмета, он недорого стоит, это хороший саппортский предмет, плюс, можно его кидать на союзе, даже в принципе, засейвить кого-то в замесе, рейндж очень хороший, и самое, знаете, что еще прикольное, вот этот фейт тайм, который нам дается, фейт тайм, то есть, мы кидаем, а, ну я не могу тут тост, но к сожалению, потому что, я сижу в лоббе, смотрите, то есть, фейт тайм 0,6 секунд, знаете, как это будет выглядеть, то есть, когда на нас кидает глимер, мы можем завязать какую-то способность, во время того, как мы в инвизе, мы на маленькое время, выйдем на 0,6 секунд, с инвизой, опять зайдем в инвиз, то есть, вот это вот, тоже такой, один из бонусов, этого предмета, бонус этого, вот этого предмета, зайти, не даже, смотрите, он почему-то не выходит, даже с инвиза, то есть, не знаю, баг это или нет, но этот предмет работает в игре, как я объясняю, то есть, мы заходим в инвиз, вот, смотрите, сейчас антимаг, по идее, должен выйти, да, он выходит и заходит сразу же, в инвиз, то есть, вот такой вот у нас, ребят, предмет, монокост, конечно, у него дикий, на кого бы я его советовал собирать, в общем, на персонажи, которые имеют, имеют какой-то, какой-то подсейв, или же, какой-то демэдж по себе, на пудже, в нормальных играх, на пуджике, очень неплохой предмет, потому что, как вы знаете, у нас пудж, хапает, хапает сам со своей пассивки, и в принципе, против персонажей, которые юзают, очень много магий, тоже этот предмет зайдет, очень часто, вот, в нормальных играх, я собирал на виверне, этот предмет, потому что, виверной можно, в комбинации, закинуть, третий спелл, на кого-нибудь, и спрятать его, на это время, пока он хилится, то есть, как бы, ну, вы примерно поняли, да, о чем я, то есть, мы берем, мы берем, делаем вот такую тему, кидаем, и прячем, у нас персонаж, получается, невидимый полностью, хилится, и пока он захилится, в принципе, ему ничего не страшно, и сам по себе, этот предмет для саппортов, я лично считаю, что это такой саппорт предмет, реально прикольный предмет, и, по стоимости, небольшой, по длительности, тоже нормально, монокост, 110, в принципе, для саппорта, это не такой уж и здоровенный, монокост, и самое главное, ребят, еще это инвиз, и из-за этого предмета, придется все же раскошеливаться, энами, челиком, чтобы играть комфортно, на даст, или на сентри, то есть, как бы, ну, такой предмет, давайте посмотрим, следующие предметы, которые есть, на 85 карте, следующий предмет, который мы будем обозревать, давайте посмотрим, какой у нас следующий предмет, идет по списку, муншард, какой-то предмет у нас, давайте мы сразу, купим его, наверное, из чего он, как он собирается, давайте просто посмотрим, а то я забыл, как он собирается, в общем, смотрите, фух, что он нас дает, как его собирать, 2х, гиперстоун, 4000, цена данного артефакта, а ну, Тинни, иди поговори, кто там бушует, 4000 данная цена этого артефакта, и давайте соберем его, собирается из 2х гиперстоунов, собираем, появляется у нас вот такая вот, сфера, что она нам будет давать, давайте сейчас посмотрим, что он нам будет давать, дает 120 атак спида, и 250 бонуса, визжен рэндж, ночью, то есть, как вы понимаете, ночью некоторые персонажи видят плохо, я думаю, об этом бонусе мало кто знал, смотрите, визжен уменьшился, но это рили, такой вот, бонус небольшой, что мы ночью, будем лучше видеть с этим предметом, ну, всего на 250, но, все же, этого достаточно, чтобы увидеть врага, и среагировать, далее, может быть, использован, и, даст нам, пассивно, 60 атак спида, то есть, бонус урежется в половину, но, слот освободится, скажите, о чем это ты, Азес, ну-ка, объясняй, смотрите, ребят, этот предмет, моншард у нас, его можно, завязать на себя, но я в лобби это не могу сделать, найс, вот так я это сделал, в общем, смотрите, еще раз покажу, покупаем этот предмет, пассиве он нам дает, когда он у нас в инвентаре, 120 атак спида, но, если мы его, юзаем два раза, на себя получается, ну, то есть, в лобби, по идее, можно вот так вот, как я, на себя указывать, союзникам, никому нельзя это делать, то есть, на союзника нельзя забафать, нельзя забафать, забафать на Эмми, на Эмми, да, на Эмми нельзя, на Эмми нельзя забафить, забафать, нельзя на Крипоке накинуть, то есть, этот предмет сугубо для себя, на атак спид, то есть, когда мы уже в таком, знаете, жестком лете, у нас некуда девать денег, в принципе, мы можем этот артефакт забафать на себя, появляется вот такой вот статус, у нас появляется бонусных, 60 атак спида, к сожалению, не 120, но, у нас освобождается слот, и мы видим уже в пассиве, лучше, то есть, мы уже с пассивкой уже видим лучше на 250 рейнджа, но такой микро бонус, но все же, в общем, в общем, касаемо этого предмета, в принципе, все, давайте запомним, можно бафнуть на себя, дает небольшой визжен, освобождает слот, стоимость 4000, собирается из двух гиперстоунов, все, вот такой вот предмет, предмет этот, на кого я собираю, на теника, очень классный предмет, потому что теник у нас, страдает атак спидами, да и вообще, в принципе, на всех персонажей, этот предмет, можно собирать, очень хороший предмет, на ранней стадии, не знаю, прикольно, на тролле, наверное, будет, потому что у тролля, как вы знаете, 10% шанс, потому что он застанет, и лишние 120 атак спида ему не помешают, просто, мы начинаем бить, как бешенос, но у меня баф, ПТшка, и, в принципе, и муншар, ребят, то есть, вот такие вот у нас, получается, вот такой вот предмет, в общем, ребят, собирайте, реально предмет полезный, и запоминайте, всю вот эту тему, давайте поедем на следующий предмет, итак, следующий предмет, ребят, который мы будем обозревать, это у нас, Solar Crest, страшное название, наверное, давайте посмотрим, что же нам этот предмет делает, в общем, ребят, скажу просто, это предмет, просто улучшенная медалька, апнутая медалька, но этот предмет намного круче, круче почему, давайте посмотрим, что же он нам дает, дает, 10 армора, 25% в Евасион, и плюс 75% эмборигена, стоимость 3000 копеечек золотых, и что же, как же он собирается, смотрите, медальон, и талисманов и Васион, нам нужен будет, в общем, давайте соберем у нас медальон, собирается медальон у нас из, соответственно, вот этих предметов, собрали медальон у нас тут, и, нужен нам талисманов и Васион, обычная медалька, ребят, посмотрим, что же обычная нам медалька, дает 7 армора, 50 ман регена, и, езаем, ну, соответственно, вот это, знаете, да, механик, это езаем, можем езать, на крипа можем езать, на союзника, то есть разницы нету, как бы в пассиве он нам дает все, в общем, давайте купим наш solar crest, получаем мы наш solar, красивый артефакт, давайте посмотрим, почитаем, я вам объясню, что же он делает, смотрите, shine, типа, актив, активная способность у нас какая-то, то есть мы можем на кого-то юзать, можем на кого-то юзать, да, видите как, сейчас мы подведем немного виверну сюда, и посмотрите, что же он нам будет юзать, давайте почитаем описание, в общем, смотрите, убирает армор, и, типа, если мы на кого-то накидываем, убирает с нас, то есть этот предмет полностью убирается с нас, но мана реген остается, и дается кому-то этот армор, плюс, плюс, смотрите, когда мы кастуем, на какого-то персонажа, из энеми, или на своего персонажа, это там действует немного реверсивно, смотрите, если мы кинем на своего персонажа, появляется такой, вот, эффектик, наш персонаж становится на 10 армора, сильнее, и имеет, направленный промок с, руки, то есть, если его кто-то будет бить, будет по этому персонажу промах, равный 25%, то есть, понимаете, о чем я, да, то есть, если идет драка, идет драка, залетает нас какой-то найкс, такой, я вас сейчас всех порву, мы кидаем на саппорте, вот этот предмет на найкса, найкс становится немного жирнее, и если нашего найкса пытается убивать, по нему залетают промахи, по нему не попадают, самый большой бонус того, ребят, что этот предмет, он в принципе без кд, его можно постоянно вешать, сейчас это закончится, оп, и опять можно накидывать, в общем, вот такой предмет, касаемо энеми, если мы на энеми будем кидать этот предмет, энеми у нас получит, давайте покажу на крипе, чтобы было понятнее, энеми у нас получит, минус 10 армора, минус 10 армора, и будет у нас промахиваться, ребят, будет промахиваться, он у нас будет промахиваться, то есть, его ослепляет на 25%, просто вот этот бедный крип, я его сейчас просто закидаю этой солярой, не, он умер, просто не промахнулся так и ни разу, ну, деды не промахиваются вообще, если честно, то есть, видите, вот он промахнулся, вот два раза еще плюс хайграунд, как бы, там суммарно, вот и получается, как бы, такой промах, в общем, ребят, предмет, очень хороший, для саппортов, по более чем хорошей цене, для саппортов, плюс, это такой апгрейд, как у нас был апгрейд, лотара, также у нас апгрейд, медальки, в общем, ценник у него хороший, собирать можно на саппортов, конкретно, допустим, если у нас есть в команде, тупо какой-то танк, да и даже вообще, ребят, предмет сам по себе хороший, дает армор, дает манореген, то есть, ну, для саппорта, что важно, то есть, манореген хороший, дает ману, промах, ну, промах, мы все равно же, как бы, будем накидывать на персонажа, видите, у нас просто отсюда армор убирается, и закидывается сюда, плюс вешается еще промах, на нашего тиммейта, в общем, вот такой вот новый предмет, собирается, тоже не сложно, в принципе, я думаю, ребят, просто легко собирается, нужен просто талисманчик, и медалька, и все, кд, в принципе, нету на него, в принципе, кд нету, потому что мы постоянно по колдауну закидываем этот предмет, и вот такой вот, ребятки, предметик, давайте посмотрим следующий предмет, а то слишком много, я Солор Крести уже рассказываю, вроде все рассказал, давайте повторим, давайте, я уже достал, говорит, давай, другие предмет показывай, в общем, смотрите, если кидаем на союзника, на союзнике появляется 10 армора, и промахи на союзника действуют, если его кто-то бьет, из-за иноми, если мы кидаем на противника, противник у нас получает ослепление, на 25%, он начинает промахиваться, он не видит, кого бить, и получает минус 10 армора, все, все просто, стоимость у нас, какая у нас там стоимость, повторюсь, 3000, собирается через медальку, и талисман, все, поехали далее, следующий предмет, который мы обозреваем, один из мощных предметов, это у нас, Guardian Graves, ребят, что же они у нас делают, вот эти грифсы, так называемые, давайте посмотрим, дают 55 мс, очень мало, если честно, но это сапог, это сапог, сапог саппорта, 55 мс дают очень мало, 250 маны, плюс 5 алл атрибут, и плюс 5 армора, ну и Guardian, аура пассивная есть у нас, ребят, которая дает нам регенерацию, на союзников, плюс еще мы будем иметь, вот такой вот бонус, смотрите, у нас есть арморка, да, типа как аура у нас получается, смотрите, 2 армор аура, получается, и пассивный реген у нас увеличится, посмотрите на теника, как вы можете заметить, 2 и 6, становится 4 пассивных регена, в общем, вот такой вот, небольшой бонус, теперь давайте перейдем, к самому главному, смотрите, когда у нашего союзника, падает здоровье, меньше 20%, он получает, 15 плюс хп регенерации, и 15 армора, то есть, как это будет действовать, давайте, наверное, зашлем нашего тени на бои, чтобы он немного подрался, и покажу вот этот сам бонус, сам бонус, который у нас есть, тени, давай, дерись, мы хотим от тебя крови, в общем, смотрите на нашего теника, когда у него будут хп-шки, меньше 20%, видите, у нас появился армор, увеличился хп реген до 21, наш герой стал немного сильнее, у нас получилось, вот такое вот хорошее смягчение, 53% уже, и наш персонаж, в принципе, еще до сих пор живет, это именно массовая аура, которая есть, вот, выключилась, оп, и включилась, вот такая, это первый момент, ребят, второй момент, что грифсы, это, в соответствии, то есть, совмещении, это у нас мека, и арканы, это такой саппорт предмет, ребят, который, совмещается, и имеет, по-моему, меньше калдаун, меньше калдаун, на то, чтобы, юзать, в общем, смотрите, как он у нас собирается, он собирается у нас через аркану, и меку, ценник на этот предмет, 5300, 5300, очень дорогой рецепт, мне кажется, у нас там уже трон падает, да, очень дорогой рецепт, но, предмет, сам по себе, классный, собирается через аркану, и меку, я уже сказал, то есть, это такой совмещенный предмет, со своими плюшками, реально, очень хороший предмет, ребят, на саппорта, просто отлично заходит, я лично считаю, что это один из лучших предметов, на саппорта, 85-й карте, он не забивает 2 слота, он, это, он объединяет у нас меку, и объединяет аркану, все мы знаем, как собирается у нас мека, давайте пройдемся, ребят, кто не знает, мека собирается у нас через веточку, через веточку, что там у нас еще, кольцо регена, собирается хитрецко, через баклер, арморчик, веточка, сам рецептик, вот получается у нас мека, и через аркану, аркану у нас можно купить, аркану это у нас сапог, как все знают, который восстанавливает ману, мы берем сапог, и бежим в магаз, пусть это боковой магазин, или магазин у деда, деды воевали, вот, и 900 голды, у нас появляется аркану, у нас уже 2 основных предмета собраны, нам нужно теперь совместить их, грифсы, мы покупаем уже конкретно рецепт, и появляются у нас грифсы, ребят, вот такой вот мощный предмет, всем советую собирать его на саппорта, кто именно хочет саппортить игры, реально, предмет очень классный, в драках очень решает, чем больше хитпоинтов у наших союзников, тем лучше, вот этот порог 20% хитпоинтов, очень хорошо решает, на лоу хп, челики очень хорошо начинают жить, дает очень много армора, ребят, плюс, можно, очень быстро захиливать, и восстанавливать ману всем нашим персонажам, но мне кажется, очень дорогая стоимость, такая, знаете, мне кажется, непосильный труд, собирать такой предмет, но, все же собирайте, ребят, реально хороший предмет, я за то, чтобы вы его собирали, потому что на саппорта, это мастхевный предмет, реально, мека, аркана, совместить ее, будет у нас незабитый слот, можно будет докупить вардиков, кстати, ребят, вардики по 75 золота, на 85 карте, курьер у нас 120, как и был, по-моему, или 150, курьер на 83, не суть, в общем, вардики у нас поштучные, и много ребят спрашивают, как же, вот если мы берем варды объединенные, как их перемещать, вот они как-то непонятно, блин, ребят, как же, вот взять и синий вард поставить, нажимайте, для тех, кто не понял, как уже у нас дела обстоят с вардами, ребят, смотрите, просто нажимаем, левым кликом мыши, на этот вард, и нажимая опять на эти варды, он заменяется, на другой вард, или же можно, так же биндом, бинд, если у вас, допустим, вот этот слот, на пробел, то вы нажимаете два раза, пробел, свой бинд, и у вас варды меняются местами, ребят, очень полезная тема, те, кто не любят вардить, ребят, учитесь вардить, теперь не два слота занимает, и цен у нас намного меньше на вард, один вардик 75 копеек, мне это, если честно, нравится, потому что на 83, это очень, ну, вообще, мне вообще не нравится, просто конска 200, золото, за то, чтобы купить 1 цент, 2 центри, а тут 100, то есть, понимаете, разделили и правильно сделали, в общем, вот такая вот тема, ребят, давайте посмотрим следующие предметы все же, и все, поехали, короче, итак, ребят, следующий предмет, который мы обозреваем, из новых предметов, это у нас Какие-то травела левел 2 Давайте же посмотрим, что же они нам будут делать И как их собирать Смотрите, в общем, что они нам дают Они нам дают, как и травела Обычно это 100 момент спида и телепортация К юнитам, к любым Вы это все прекрасно знаете В общем, и Что же сама тема Как же, к чему, почему левел 2 Смотрите, собираем обычные травела Понимаю Собираем обычные травела И Покупаем здесь рецепт У нас Боты становятся Боты становятся вот такие вот Крутые И что мы можем делать, соответственно, с этими ботами Мы уже можем Тпшиться на наших Союзных персонажей То есть на обычных травелах я это не могу Сделать, как видите На обычных травелах я это сделать не могу Но на травелах 2 левела Мы можем Просто представляете Идет драка где-нибудь на Рошане Соответственно Если у нас нету суммона Допустим, как Фордж Тейнвокера Мы не можем туда в драку сразу прилететь Но имея травела 2 левела У нас сразу приходит подкрепление И ломает Рошана В общем, ребят Травела 2 левела Реально прикольная тема Можно Хорошо использовать этот предмет Влейте Влейте Так как очень Важна Мобильность персонажей Мобильность персонажей Которые Которые Или сплитпушат Или Или просто Ну не присутствуют в драках И когда нужно в драку прийти Травела 2 левела Всегда вам помогут В общем, предмет Просто так же улучшается Это апгрейдный предмет Как и половина предметов Которые мы Уже посмотрели В общем По этому предмету все Давайте посмотрим Еще 2 предмета Самых таких мощных Которые Которые у нас есть В добавлении И давайте же к ним уже перейдем Следующий предмет Который мы будем обозревать Который нам добавили Вообще Это не апгрейд Это абсолютно новый предмет Это Акторин Кор Ребят На 85 карте Это очень классный Предмет Который Я собираю На определенных персонажах Объясню чуть позже Давайте пройдем По самому предмету Дает нам 25 инт 425 хп 425 маны 100% маны реген И 4 хп регена в секунду То есть Ну такие Слабенькие бонусы На самом деле Да Ну лично 25 инт Только это мощно А все остальное В принципе Ну обычный предмет Но что же нам дает Давайте почитаем Смотрите Калдаун Редукцион То есть Снижение у нас Калдаунов Идет на 25% Калдаунов Айтемов И предметов Айтемов и предметов Найс сказал Да Калдаун Айтемов И самих способностей И самих способностей Которые у нас есть Также Смотрите Спелл Лайфстил 25% 5% на Нонхиро То есть На Крипов От Без Энерджи Понимаю Кд Неплохо Вязал аркану Не 55% А 40% Прикольно Да Самое главное Что Еще тут есть Это у нас Как бы Вот этот Магический Лайфстил Сейчас я его Немного вам Продемонстрирую Магический Лайфстил Хапанем Хапанем И побежали Не буду писать Рефреш Потому что Хитпоинты Потерял Что ж Такое у нас Магический Лайфстил Ребят Для тех Кто не понимает Что это такое Магический Лайфстил Есть У нас Лайфстил Допустим С Доминатора С Володьки И То есть Как бы Такая Тема Смотрите Вот у нас Сейчас Упали Хитпоинты Кидаем Метеорит Посмотрите Как нас Начало Жестко Хилить Посмотрите Как нас Жестко Захилило Вы видели Да Как хитпоинт Вот сейчас Посмотрите Наверху Вот там Как нас Начало Хилить Когда мы Закидывали Эту способность В общем Предмет Жесткий Снижает Калдауны Дает Вампиризм Кому же Его Профитно Собирать Уф Этот предмет Я собираю Очень часто На алхимика Потому что Алхимика Как вы знаете И фарм Потенциал И он Как правило Он всегда бегает По карте Бегает Всегда Он собирает Со всех золота Со всех линий Мы собираем Ему Акторин У нас Во-первых Ультимейт Быстрее КД У нас остается КД Там 6 секунд После того как Ультимейт Заканчивается И мы можем Просто По КД Юзать Первый Спел Мант То есть Все предметы У нас Начинают Быстрее КД И нам Легче Бегать На этом Персонаже На руфа Этот предмет Очень хорошо Заходит Потому что Потому что У нас В принципе Все смотрели Аганимы Которые я выпускал Есть у нас Дополнительный Спел Мы просто Закидываем Всю карту Светлячками И Выфармиваем Всю карту Намного Быстрее Этот предмет Я рекомендую Собирать Тем Персонажам У которых Большие Калдауны Например Энигма Энигма Тоже имеет Очень большой Большой 180 секунд Калдаун На Блэкхол С Актарином У нас Становится Калдаун Намного Быстрее 120 секунд То есть Это Рили Очень Мощно Ребят Очень Мощно Плюс Плюс Вот этот Магический Стил Лайфстил Такой Магический Это Реально Крутая Тема В общем Ребят На Бриста Еще Очень Хорошо Этот Предмет Заходит Потому что Брист Хилиться Будет Со Способности То есть Понимаете У него При определенном Набранном Демедже По Бристлбеку У него Вылетают Эти шипы Которые Наносят Демедж Вот И за этот Демедж Вам будет Возвращаться 25% С героев То есть Получается Это такая Жесткая Получается Неуязвимость И То есть Чем больше Этого героя Бьют Тем сильнее Он будет Отхиливаться В общем По этому Предмету В принципе Все Предмет Сочный Стоимость У него К сожалению Тоже Сочная 5900 Но он Того Стоит Если Вы Хотите Снизить У себя Калдауны Передвигаться Намного Быстрее По карте Чтобы У вас Были Меньше Калдауны Этот Предмет Именно Для Вас Ребят То есть Собирайте Пробуйте И В принципе Все Поехали Посмотрим Last Артефакт Который У нас Есть Это Lotus Orb Что У нас Будет Делать И Как Его Собирать В общем Смотрите Lotus Orb Новый Предмет Не Грейжен И Ничего Просто Новый Предмет Смотрите Дает 5 ХП В Секунду Регена 125 МП Регена Дэмэдж 10 И 10 Армор 10 Дэмэдж Вообще Просто Ни туда Ни сюда Вообще Смотрите Эхо Шелл Активная Как Он Будет У нас Работать Этот Спелл Давайте Во-первых Соберем Этот Предмет Собирается Он В принципе Просто Собирается Рецепт Собирается У нас Персеверанс Вот так Вот Персеверанс Собрали И Плейт Мэйл Плейт Мэйл Ребят Знаете Что такое Плейт Мэйл Это Арморчик У нас Который Будет Соответственно Давать 10 Армора И Вот так Вот Вот он У нас Этот Предмет Что Ж Он У нас Будет Делать Ну Пассивно Я рассказал Что Он Делает Но Его Можно Активировать Смотрите Похоже На Коронавирус Какой Серьезно Вот И Что Же Во Время Этого Эффекта Будет Происходить Ребят В общем Когда На нас Накидывают Направленные Какие-то Способности Пусть Это Будет Стан Венге Станы Направленные Огротом Рипперы В общем Все Способности Которые Можно Нажать Райт Кликом Вот То есть Колд Снап Даже Мы Нажмем Эта Способность Если На нас Нанесен Вот Такой Вот Щит Отразится На того Персонажа Который Нам Кидает Эту Способность То есть Он Мне Я Ему В Обрат То есть Так Это Крест Кунки Тоже Будет Крест Кунка Кинет Мне Если На Мне Лотус Он Этот Крест Ему Также Отлетит На Нас Этот Эффект Так же Действует Как и Действовал Он Не Сбрасывается И Накидывается Еще На Персонажа Которые На нас Накидывают Но Есть Еще Другая Сторона Этого Предмета Этот Предмет Диспелит Негативы Как видите Написано Диспелс Негатив Негативные Которые На нас Висят Бафы То есть Ножик Копы Еще Какой-то Минус Армор От Венги Второй То есть Этот Предмет Снесет Задиспелит Этот Негативный Как бы Негативный Вот этот Баф Ребят Очень Полезный Предмет Предмет Также Я считаю Что ситуативный Это ситуативный Предмет Чаще всего Этот предмет Я вижу На Резраках На всяких Потому что Он дает Армор Он дает Армор Плюс Дает Эмпериген Хп Реген Дэмэдж Не важен И 10 Армора Армора У нас У Резрака Как вы Знаете Сгулькин Нос Как говорится И Плюс Резрак У нас Постоянно В драках Постоянно Он дерется Прыгает Что-то Накидывает На себя Его Постоянно Ну как бы Стараются Просто Откидывать На него Что-нибудь Не бить Потому что Он Под Третьим Спелом Он Становится Неуязвимый Но Это Такая Уже Средняя Стадия Игры Будет В общем На Таком Персонаже Будет На средней Стадии Этот предмет Очень даже Профитный В идеале Если Если у нас Этот предмет В принципе Ранний Можно душить Неплохо Потому что Все способности Направлены Будем Как бы Отражать Пусть то Три способности Подряд Четыре Или пять Без разницы Дает Хорошим Анальген И в принципе Стоимость У него Стоимость Данного Предмета В принципе Четыре тысячи Неплохая Стоимость И я считаю Что Реально Этот предмет Того стоит Того стоит В общем Ребят По этому Новому Предмету Я тоже Все рассказал И Давайте же Наверное Посмотрим Какие у нас Еще предметы Подверглись Изменениям То есть Это Старые Предметы Но Они Подверглись Небольшим Изменениям Именно Конкретно По сбору Ребят Конкретно По сбору У нас Пострадал Владимирс Он немного Стал собираться По другому И стоит Теперь Немного Дороже На копейки Но 200 копеек Тоже Как бы Ребят Денежки Вот Смотрите Что Как он Собирается Теперь он Собирается Через базилку Как раньше Маску Но Добавилась Тут Хидреска Какая-то Хидреска Да То есть Раньше Просто Через колечко А теперь Через Хидреску Поэтому Теперь Вы часто Можете Увидеть Антимага С Хидреской Вот Но Серьезно Хидреска Что такое Знаете же Да Вот Хидреска У нас Появляется То есть Антимаг Вот так Вот на линии Раньше Я помню Были приколюхи Вот так Антимаги Стояли На линиях Но Это Не буду Говорить С какой Игры Сами Можете Догадаться Антимаг Стоит Вот так Вот на линии С регеном Ауры И Как бы Вот у него Вот такой Предмет Готовится Потом Докупал Маску Соответственно Вот эту Базилку Делал И Соответственно Уже Покупал Сам рецепт Володьки Собиралась У нас Вот так Вот Володька Ребят Не забывайте Что через Хидреску Теперь собирается На 85 Карте У нас Володька Плюс Изменением Под версия У нас Еще и Баттлфюри Но Баттлфюри У нас В отличном Изменении Я считаю Вообще Вот такое Вот Вот такое Вот Изменение Ребят Собирается Оно у нас В принципе Также Через Вот эти Предметы И Казалось бы Он же должен Уже собраться Но Нужно купить Топорик Топорик То есть Это предмет Такой Понимаете Для кора Вы как правило Знаете Да вот Антимаг У нас Он Да Он Антимаг Там Берет По любому Топорик Идет Бить Крипов Бьет Крипов И Что у нас Добавляется С апом Вот этого Предмета Мы можем С помощью Этого Топорика Рубить Деревья Это Очень Классная Тема Потому что Влейте Влейте Как правило У нас Не будет Топорика Не будет Предмета Который Будет Нам Помогать Вот так Вот Как-то Обузить Эти Деревья Просто Убегать Куда-то Вот тут Это еще Бесячее Когда вы Фармите А чтобы Туда Пройти Нужно Срубить Дерево Вот И Как бы Баттлфюри Вот это Вот Вот это Вопрос Решает Мне Очень Дико Нравится Вот это Изменение Как бы Это По кайф Ну и В принципе Ребят Все По 85 Карте По предметам На Как бы На этой Карте Я уже В принципе Все Рассказал Многие Спрашивают Еще Фишку Как же Я на Базе Курьера Этого Поганого Открываю В общем Смотрите Если у нас Тиммейт И дурачки Забыли Курьера Мы можем Этого Курьера Сами Себе Открыть Главное Не забудьте Закрыть Союзники И курьер Там Надписи Будет Открываем Союзники И курьер Забрать Мы Создаем Курьера Запихиваем Его в круг Нажимаем С круга Активировать И Поднимаем Курьера Вот То есть Ну вот Такая Мини фишечка Для вас Ребят Запоминайте То есть Пользуйтесь Тех Кто сидят У меня Постоянно На стримах Ребята В принципе Всю эту Тему Знают Ну и так В принципе Ребят По предметам Войд Стоун У нас Перекочевал Сюда Да и В принципе Что Рассказывать Давайте Еще посмотрим Боковой Магазинчик Что у нас В боковом Магазинчике Имеется Многие Просто Не знают У нас Знаете Раньше Два Магазинчика Все было А сейчас Тут добавился Еще И вот Этот Магазин Почему-то Тут Только Манти Интеллект То есть Понимаете Насколько Это Глупо Манти Интеллект И Войд Стоун Раньше Войд Стоун Был Только Вот В этих Магазинах У Деда Да То есть У Деда Тут Просто Плейт Мэйл Сюда Переехал Как бы Можно Не уходить И В принципе Вот такая Вот тема Ребят В общем Ребят По предметам Я вам Все рассказал Как это Будет Оформлено Судите Сами В общем Наверное Все Буду Заканчивать Ребят Буду Заканчивать И Кому Понравилось Обязательно Ставьте Лайк Пишите Что Еще Я Может Не Упомянул Обязательно Или На что Мне Сделать Еще В принципе Какой-то Такой Кратенький Обзорчик И В принципе Все Все Всем В хорошее настроение Здоровья Еще раз За ним Победа Ребят Не знаю Когда выйдет Видосик Может Девято Число Выйдет Сегодня То есть Как у меня Девятое число Я сегодня С утра Вот это Пишу И Давайте Попробуем Набрать Тоже Такую же Активность По лайкам Чтобы Выходили Такие Видосики Просто Советуйте Еще Что Какие Видосики Сделать Для вас Всем Спасибо За просмотр И пока